Отрезок BM – высота треугольника ABC. BM равняется H. Угол А – альфа. Угол ABC – бета. Найдите площадь треугольника ABC. Для начала сделаем схематический рисунок. Запишем данную. BM перпендикулярна С. BM равно H. Угол А равен альфа. Угол ABC – бета. Найдите площадь треугольника. Площадь треугольника ABC неизвестна. Напишем формулу площади треугольника. Площадь треугольника равна полупроизведению его основания на высоту, приведенную к ней. Также напишем формулу приведения. Синус угла 180 градусов минус альфа – это синус угла альфа. Напишем теорему синусов. Соотношения сторон треугольника на синус, противлежащий им углу, равны. То есть, сторона А так относится к синусу, противлежащий для нее угла, на синус угла альфа, как сторона В на синус угла, противлежащий для нее, на синус угла бета. Все это равняется стороне С, деленной на синус угла, противлежащий для нее, на синус угла гамма. И все это равняется двум радиусам описанной окружности вокруг данного треугольника. Эти формулы необходимо знать. Рассмотрим треугольник АВМ и напишем синус угла А. Синус угла А будет равен отношению противорежащего катета, это БМ, на гипотенузу АВ. Выразим отсюда АВ. Тогда у нас получается, что сторона АВ будет равна БМ, знаменатель синус угла А. Подставим все нам наши данные. Тогда сторона АВ будет равна БМ по условию равна H. Синус угла А это синус угла Альфа. Рассмотрим треугольник АВС. И воспользуемся свойством треугольника о сумме углов. Сумма углов треугольника равна 180 градусов. То есть угол А плюс угол В плюс угол С. В сумме дают 180 градусов. Выразим отсюда угол С. Тогда угол С будет равен 180 градусов минус сумма углов. Угла А плюс угол В. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается 180 градусов минус скобка Альфа плюс Бетта. Воспользуемся теоремой синусов для треугольника АВС. Соотношение стороны АС на синус противлежащий для нее угла на синус угла В будет равняться стороне АВ, знаменатель синус угла С. Выразим отсюда сторону АС. Сторона АС будет равна АВ, умноженная на синус угла В, знаменатель синус угла С. Рассмотрим синус угла С. Синус угла С это синус от 180 градусов минус сумма Альфа плюс Бетта. Воспользуемся формулой приведения. И тогда мы получим синус от суммы Альфа плюс Бетта. Подставим полученный синус в ранее написанное выражение для стороны АС. Тогда отсюда у нас получается, что сторона АС будет равна АВ мы ранее нашли. Это АЖ, знаменатель синус угла Альфа. Все это умножить на синус угла В. Это синус угла Бетта. Знаменатель синус угла С. Это синус суммы Альфа плюс Бетта. Преобразуем. Получается числитель. Это АЖ, синус угла Бетта. Знаменатель синус угла Альфа. На синус суммы Альфа плюс Бетта. Рассмотрим площадь треугольника АВС. Площадь треугольника АВС. Будет равняться 1 вторая умноженная на основание АС и все это умножить на высоту, приведенную к ней, на БМ. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается 1 вторая умножить на АС. Это H синус угла B. Это H синус бета, знаменатель синус альфа, на синус суммы. Синус альфа плюс бета. Все это умножить на БМ. БМ по условию равно H. Преобразуем. Тогда площадь треугольника АВС будет равна числитель H квадрат синус угла бета, знаменатель 2, умноженное на синус альфа, на синус суммы альфа плюс бета. Запишем ответ. Площадь треугольника АВС равна числитель H квадрат синус бета. Знаменатель 2 синус альфа, на синус суммы альфа плюс бета. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо. Спасибо. Спасибо.